друзья всем привет сегодня говорим про жертв как перестать быть жертвой в отношениях тема больная тема трудная и вот как я смотрю по людям которые приходят ко мне на консультацию или по людям которые только пытаются узнать там можно ли это проработать не можно ли это проработать вот если говорить по чесноку не все готовы к тому чтобы выйти из этой роли и строить жизнь заново строить новые отношения или в своих действующих отношениях вот что-то прям кардинально менять потому что требуется реально большая трансформация личности на это силы нужны на это время нужно на это мотивация нужна и давайте будем честными но не все к этому готовы по очень разным причинам кого-то все-таки особенности характера такие личности что они люди более мягкие более зависимые у кого-то просто физического ресурса ресурса здоровья и эмоционального ресурса нет на то чтобы сейчас что-то начать менять но опять же я все-таки не хочу ругать жертв и как вот я смотрю у многих психологов это есть в роликах у некоторых публичных людей акцент на том что жертва сама виновата любая жертва в отношениях она виновата не меньше чем ее мучитель ее тиран человек от которого она зависит я считаю нет и ну я не могу вот так вот жестко говорить про всех людей кто так или иначе квалифицирует себя жертвами реально может быть партнер настолько сильный настолько авторитарный реально человек может сойти с этим партнером в такой период жизни когда у него какие-то ориентиры потеряны когда им сложно и клеймить жертву и говорить да ты сама виновата вообще иди отсюда разбирайся сама как делают некоторые достаточно такие смелые психологи я так не считаю я считаю что реально нужно помочь нужно направить человека если человек в себе видит какой-то ресурс какие-то зацепочки для того чтобы что-то менять у него действительно все получится но конечно же очень многое зависит от того на какой стадии отношения вы с этим человеком насколько вы от него зависите но опять же еще раз говорю ничего прям на сто процентов необратимого нет вы все равно можете вернуться к истинному себе вы можете открыть что-то новое в жизни просто вы должны поработать над собой и ну реально напрячься на какое-то время но она реально того стоит эта жизнь в комфорте это жизнь в безопасности вообще кто такая жертва в отношениях если кратко разные бывают случаи и с определенной степенью насилия с определенной степенью давления и когда например только психологическое насилие идет что объединяет всех тех кто называет себя жертвой в отношениях это люди зависимые это люди неуверенные люди с большим количеством страхов то есть на каком-то этапе они принимают решение что им лучше быть за вот этим партнером что им лучше как-то там встать за его спину терпеть определенные вещи ведь кто что терпит кто терпит абьюзы и издевательства какие-то кто физическое воздействие терпит кто терпит материальное давление кто терпит измены кто все сразу терпит но они почему-то вот эти вот люди они принимают решение что лучше они будут терпеть вот эти вещи но взамен они получают для себя некую выгоду как правило это выгода иллюзорно или это выгода очень переоценена например когда терпит чисто из-за денег богатый человек но изврак например какой-то или когда терпит чисто из-за штампа паспорте то есть я не одна все родственники все мои бывшие одноклассники коллеги знают что у меня есть муж да не все гладко но я замужем отстаньте от меня с вопросами карьеры там еще какими-то вопросами я занимаюсь семьей я муж не жена то есть такие есть позиции есть позиции когда люди настолько долго живут с этим тираном или настолько долго находятся вот таких вот отношениях то есть они истинного себя теряют и они вообще забывают каково это быть например других отношениях или забывают о том что есть возможности построить что-то другое но мы сейчас с вами не будем ругать жертв мы не будем описывать длинный путь как вы туда пришли детство у вас тяжелое было материальные обстоятельства у вас были просто так сложилось или может вы из одних сложных отношений сами не задумываясь о том перешли в кабалу еще более сложных и болезненных отношений мы лучше с вами давайте разберем 10 правил как перестать быть жертвой в отношениях конечно у каждого своя ситуация если вам тяжело если уже что-то перепробовали и все никак лучше приходите на персональную консультацию у меня цены очень демократичны несмотря на то что я работаю и с москвой и с питером и с регионами цены у меня вполне региональные так что не бойтесь приходите разберем вам точно станет легче давайте все таки про правило вы допустим находитесь в некой точке и вы уже вышли из этих отношений или вы вот-вот на пороге и вы думаете что выйдете из этих отношений то есть вы не хотите быть жертвой что надо делать из чего начать первое что нужно делать я бы вам вот на что попросила обратить внимание вообще на вербалику на то как вы сами себе говорите на то как вы сами о себе думаете не называйте себя жертвы вот вообще забудьте это слово это не про вас просто до тех пор пока вы сами называете себя жертвой вот до тех пор вы и будете на себе испытывать вот это вот давление и вы будете видеть только негативную сторону ваших отношений негативные какие-то последствия что такая жертва жертва это тот кто проживает свою жизнь не по своему усмотрению а под влиянием другого человека полностью зависит от этого человека причем проживает он эту жизнь не особо хорошо счастливый комфортно да может быть до какого-то момента времени до какого-то периода жизни вас ну да было ваша жизнь такое что позволял вам называть себя жертвой но раз вы приняли решение больше ей не быть все хватит не называйте себя так вы можете придумать кучу вполне корректных и подходящих для себя формулировок человек который пережил болезненные отношения человек который состоял в отношениях деструктивным партнером человек который состоял в отношениях с не подходящим партнером человек в адрес которого было применено насилие человек в адрес которого предпринимались такие-то действия, и так далее, и так далее. Но забудьте эти слова. Вы больше не жертва. Вы самостоятельный человек, который идёт по жизни. Он сейчас определяет свой путь, корректирует свой путь. Это на самом деле очень-очень важно. Потому что вот многие, ну не многие, но есть такие примеры, когда, например, люди мне пишут, я жертва, я хочу выйти из позиции жертвы. Чаще разбираться, а он вот на одном месте топчется, да ему и самому как-то не особо хочется. Он либо ждёт волшебную палочку, либо другого избавителя. И самое опасное, что он найдёт этого в кавычках избавителя, только этот избавитель, он может быть ещё более опасную кабалу его завлечёт. Вот, ну не обманывайте себя. Либо уж вы работаете над собой, либо ждите какой-то точки невозврата. Потому что, значит, вы не преодолели ещё вот эту вот точку. Потому что принимают решение о том, что им кардинально что-то изменить в своей жизни, в своих отношениях. Те, кто действительно, у кого цистерна переполнена, у кого прям настолько переболела. Но если вот вы ещё сомневаетесь, ну ждите вот эту последнюю каплю. Но запомните, не называйте больше себя жертвой. Не надо. Чтобы ваш адрес не было бы предпринято в отношении вас. Вот смотрите, есть такая знаменитая ведущая опра Уинфрина. Все её знают. Шикарная она просто вещь. Цитаты говорит. Очень такая глубокая женщина. Но у неё история-то какая-нибудь простая. Она в детстве подверглась изнасилованию изнасилованию со стороны своих родственников. Потом родила ребёнка, который тут же умер. Понимаете? Человек, будучи в несовершеннолетнем возрасте, как раз фактически и стал жертвой. То есть с ней там сделали какие-то действия, которые в общем-то, ну на которые она даже влиять отчасти не могла. Сложно сопротивляться нескольким мужикам, нескольким парням. Но, тем не менее, человек увидел будущее, предпринял какие-то действия и стал миллиардершей, любимой всеми ведущей. При том, что не сказать, что она красотка, не сказать, что она какой-то высокоинтеллектуальный человек. Нет, она просто по-своему видит людей. Она по-своему видит, как должны выглядеть шоу, как, о чём надо говорить, чтобы людям было интересно, да, как их мотивировать и так далее. Вот вам, пожалуйста, пример. Если уж человек в детском возрасте фактически сумел с этим справиться и выйти совсем на другой путь, где он рулит своей жизнью, то, что бы там с вами ни происходило, неужели вы тоже не сможете вырулить и это увидеть? Не жалейте себя. У вас достаточно ресурсов. Понимаете, все ресурсы, которыми вы будете с этим справляться, они в вас. Вас может психолог, психотерапевт, там, может быть, какие-то ваши близкие, они могут вас направить, но ресурсы всё равно ваши и действия совершать вам. Следующее, на что, второе правило, на что я хочу обратить ваше внимание, очень важно понять, что вы хотите. Вот здесь у многих, прям, знаете, как затык такой возникает, то есть, им одновременной защиты и комфорта хочется. Они иногда просто разучились думать и принимать решения в каких-то отношениях. Они там как-то сбили свои ориентиры относительно своей профессии, своего видения семейной жизни. Условно, нужна мне семья, где я мать четверых детей, или я хочу вообще быть свободной, колесить по миру, серфить, там еще чем-то заниматься. Никто, кроме вас, на этот вопрос себе не ответит. Приходите ко мне на коучинг, персонально можем с этой темой разбираться, можете сами себе вопросики позадавать. Кем я хочу быть, что мне это дает, как я вижу эту жизнь. Вот только, когда у вас есть картинка, к чему вы хотите прийти, то есть, какая-то картинка должна быть. Я вам вот в данном случае рекомендую, например, какие-то совсем заоблачные картины рисовать. Например, я хочу стать королевой Монако, или я хочу, чтобы у меня было 10 Роуз-Ройсов, дворец и так далее. То есть, выбирайте что-то такое мотивирующее, естественно, повыше, чем то, что у вас есть, но оно должно быть достижимое. Открытие своего бизнеса, семья с двумя детьми, с хорошим человеком. То, что вы сами считаете, что если вы поднапряжете, вы в принципе реализуете. Очень важно сейчас такую цель поставить позже. Ставьте себе и быть королевой Монако, и чемпионом мира, все, что угодно, но сейчас не надо, у вас не настолько много ресурсов, энергии, чтобы вот так прямо выгорать над какими-то супер-глобальными целями. Но сначала определите, что вам надо и какова роль в этом отношений, с чем вы готовы, с чем не готовы мириться. То есть, по сути, и ваше отношение идеальное описать, и вашего идеального партнера описать. То есть, вы должны знать, что вы хотите. Не переписывайте то, что у вас было в ваших предыдущих отношениях. Именно, в общем-то, как раз делайте, вот, описывайте то, что вы реально для себя желаете это очень важно. Дальше. Еще раз вернемся к точке невозврата. Третье правило это все-таки понять, что будет вашей точкой невозврата. И еще раз задайте себе вопрос, а вы прошли эту, там, эту планочку или вы ее не прошли? Если вы ее прошли, да, все окей. Очень часто у многих такой точкой невозврата является, ну, какая-то роковая измену партнера, какое-то предательство, может быть, рукоприклад, еще какие-то вещи. У кого-то уже все это было пережито, и он чего-то еще ждет. Ну, вот партнер, там, допустим, деньги начали воровать, или еще какие-то вещи произошли, и все, уже, ну, там, он по-другому на все это смотрит. Поэтому смотрите, ну, что вы еще там прошли, не прошли. Если точно да, то все, вам дальше легче будет, потому что вы внутри приняли решение, что вы больше не в этих отношениях, или что отношения в таком формате вам больше не нужны. Следующее правило, четвертое, не ждите пинка или благословений извне. это серьезная ошибка, когда вы говорите, ну, мотивируйте меня, вытащите меня, помогите, помочь вам могут, но только если вы сами будете себя тащить, понимаете? И пока вы будете ждать, что, а вот появится в моей жизни человек, который захочет, ну, там, чтобы как-то вот мотивировали, да, меня, вот я тогда изменюсь, или наступит в какой-то момент, вот тогда ты это, ну, не обманывайте себя. Либо вы видите в себе силы, идете дальше, ну, либо пребываете в той позиции, в которой до этого пребывали. Следующее правило, тем не менее, вам очень важно заручиться поддержкой. Идеальная ситуация все-таки это психотерапевт, коуч, то есть какой-то специалист, которому вы доверяете. Если нет возможностей, там, не считаете нужным, не созрели вы. Пусть это будет какой-то ваш друг, может быть, ваш близкий родственник, но реально человек, который вас знает, который вам желает добра и вас не передавливает. Очень важно, чтобы вы хотя бы чуть-чуть с кем-то делились вот этим своим путем, то есть хотя бы, чтобы этот человек выполнял функцию внешнего ментора, куратора, то есть, чтобы вы кому-то отчитывались о динамике, потому что иногда мы слишком строги к себе бываем, а иногда наоборот мы слишком расслабляемся, поэтому обязательно поддержка, особенно вот в такие кризисные периоды жизни, она нужна. Уж другой вопрос, кого вы себе выберете в качестве этой поддержки, это будет профессионал, либо там какой-то близкий человек. Следующее, правило очень важно. Шестое правило поэтапно берите контроль над разными сферами вашей жизни. Пока ваша жизнь, какие-то ее куски не в ваших руках, вы не можете считать себя самостоятельным человеком. Например, если вы материально зависели от мужа, он там говорил вам, что одеть, он определял будущее ваших детей и так далее, и так далее. Конечно, в одночасье, даже если вы, например, с ним не живете на одной территории, не так-то просто из этого будет выпутаться. Вы определите те сферы вашей жизни, которые для вас важны, в которых вы будете брать контроль над этим. То есть, может быть, работа над вашей внешностью, зарабатывание денег, здоровье, друзья, окружение, там что-то еще. Очень сложно, если вы, например, находитесь на достаточно низкой точке старта, но сразу во все вложиться, чтобы все перло. Понятно, что не исключено, что у вас сейчас ресурсы как бы ограничены, да, временные, финансовые, моральные какие-то ресурсы. Поэтому по одной, поэтапно берите контроль над разными сферами. Начните с самой базовой, с той, без которой никак. Например, устроитесь на работу или там смените работу, поднимите ценник на ваши услуги, там, смотря, чем вы занимаетесь. Что еще? Дальше уже, например, там вы над здоровьем начинаете работать. когда одна сфера более-менее налаживается, параллельно вводите еще другую, потом еще другую. Не всегда получается это быстро сделать, но по-разному. Кому-то полгода хватает, кому-то год хватает. Следующее. Очень важно, уже получается на самом седьмое правило, работать над страхом изменений. Вот та самая зона комфорта, те самые ролевые модели, привычки, сценарии и так далее. Реально людям сложно признаться, во-первых, себе в том, что у них есть вот этот вот страх изменений. И второе, ну, найти в себе силы его преодолеть, а реально не так-то просто его преодолеть, но просто вы помните о том, что большая часть наших страхов, она надуманная. и то, что вам непонятно, как оно там дальше, как вы без материальной поддержки могут, допустим, или как вы идёте в некое свободное плавание и просто пытаетесь строить отношения. То, что вам непонятно, это ещё не говорит о том, что обязательно будет плохо, что обязательно не получится. не культивируйте свои страхи, а работайте только с фактами и с текущими самыми такими насущными задачами. Например, у вас есть проблема, вам там нечем заплатить за квартиру. Вот вы, значит, ищите, как вы заработаете и заплатите за эту квартиру. Или, допустим, вы хотите там новые отношения построить, но у вас дети от предыдущего брака, вот там, от этого сложного мужа и так далее, вы думаете, кто же меня с детьми возьмёт. Вы не ставьте вопрос так глобально, вы, в принципе, поставьте себе цель, например, пообщаться с пятью мужчинами на сайте знакомств, которые не против отношений с женщиной, с детьми. Просто пообщаться. Вы пока не строите никаких ожиданий, там, не предъявляете им никаких претензий и так далее. То есть, надо любой страх расшивать и определять какой-то простенький шажок, на который вы готовы сделать. Восьмое правило не забывайте. Очень важно говорить о себе в первом лице. Мы уже с вами вначале проговорили то, что мы больше в принципе не называем себя жертвой, там, слабаком. Мы человек, у которого, да, что-то в жизни произошло, да, где-то он принял неверное решение, да, может быть, ему где-то не повезло с партнерами, где-то он дал слабину и так далее. Но мы взрослый самодостаточный, мы, ну так, пусть и так и звучит, мы взрослый самодостаточный человек, который идет дальше, там, идет каким-то изменением. Вообще, уберите из лексикона слова Со мной так произошло, меня обидели, нет возможностей, это не случилось. Убираем все вот эти обезличенные формы. Мы теперь только говорим от первого лица. Я хочу, я сделаю, я готов, я не готов, я смогу, я мечтаю, я уверен, я не уверен, и не надо бояться частиц нет. Да, вы только к чему-то не готовы, да, у вас может быть нет там денег, может быть там нет еще каких-то ресурсов, но есть то, что есть, и за счет чего вы будете вот эти другие ресурсы восполнять. Самое главное, мы говорим от своего лица. Человек, который не жертва, который на себя берет ответственность за свою жизнь, он и формулирует естественно только от первого лица, потому что он знает, понимает и какие-то действия совершает. Девятое правило это корректировка окружения. По-разному бывает. Есть те, кому реально надо чуть ли не 80% окружения разогнать. Есть те, кому буквально одного-двух токсичных людей из своей жизни как-то исключить или сократить общение с ними. Есть те, кому вообще другая среда нужна. Может быть, вы, например, весь такой творческий, но так получилось, что много лет вы были там в кабале вот этих вот несчастливых, неудачных отношений, вы вообще забыли, что такое посвящать время себе, любимому делу. Вот это вот окружение, которое вы будете корректировать, стоит подходить к этому вот так, как вы сами видите. Может быть, вам нужно профессиональное сообщество, может быть, вам на учебу стоит пойти, может быть, вам просто переписываться, общаться стоит с кем-то больше, а с кем-то сократить это общение. Убирайте всех тех, кто подрывает вашу самооценку, кто негативно к вам относится, и добавляйте тех, кто вас поддерживает, кто разделяет ваши интересы, кто силы вам дает. И следующее правило, десятое, я бы его там, может быть, и даже на первое место поставила, это, конечно же, работа с самооценкой. Работа с самооценкой, она идет красной нитью просто практически во всех ситуациях. Будь то болезненное расставание, будь то там некое не самоопределение в жизни, будь то страх одиночества, или как в данном случае, вот то, что вы выбираетесь с позиции жертвы, или там уже на каком-то пути, может быть, вы уже выбрались, вам просто некое закрепление нужно. Конечно, работа с самооценкой, она комплексная небольшая. Если прям явно вы у себя какие-то проблемы видите, и, ну, понимаете, что, скорее всего, ваша вот эта заниженная самооценка, она и дальше будет сказываться на ваших отношениях, на, не только, наверное, на отношениях, в целом на жизни, может быть, на карьере, на чем-то еще, но прорабатывайте, ищите причину, почему так произошло, когда был какой-то переломный момент. Поэтому, если действительно не получается, и вот вы топчетесь на одном месте, нужно отходить к этому комплексу, ищите специалиста. Человек со здоровой самооценкой, который знает, что он хочет, он никогда не будет жертвовать, даже если на время у него в жизни обстоятельства сложились так, что он, может, не сообразил, вовремя не дал отпор и так далее, но это только на время. Поэтому вот вам эти 10 пунктов, я советую вам их законспектировать, по ним как-то двигайтесь, работайте над собой. Если вам нужна моя помощь, приходите ко мне на онлайн-консультации. Все мои контакты внизу под видео, также я есть на моем сайте verabo.ru, также можете найти меня практически во всех соцсетях, есть так, мой профиль называется Вера Бокрова. Друзья, я желаю вам, чтобы все у вас наладилось, вы сильные, вы все сможете, и даже если прошлое было полезным, тяжелым, это не навсегда, и вы сможете построить себе действительно счастливое настоящее и будущее. Всем счастья, до новых встреч! Субтитры